Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс, и у нас сегодня, да, не очень такой стандартный видеоролик. Сегодня в гостях у меня очень много народу, да, дело в том, что у меня завтра будет торжественное отмечание свадьбы, и в этот раз, в этом видосе вы увидите то, как Виджил оценит PlayStation 5. Ты готов? Конечно. Да, дело в том, что до этого, по сути, плойку он видел лишь в рекламе, да, и... Ну, вживой я никогда не видел PlayStation 5 вообще. То есть, ни DualSense не трогал, ничего. В этот раз, он, в принципе, приехал ко мне вчера, он пока еще не трогал DualSense, который вот стоит вот здесь, вот. Эй, стой, 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 погодь. Короче, в этом видосе вы увидите его реакцию. Короче, перед началом видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и, в принципе, погнали. Давай, давай, ну, ну. Нет. Давай, давай. Чё скажешь? Мне нужно время, чтобы сконцентрироваться. Next Gen'ом не пахнет. Знаешь, по чесноку могу сказать так. Формой он отличается от DualShock'а. Но сразу у меня вопрос всем людям, которые говорили, что он похож на Xbox'овский геймпад. В каком месте? В каком? В каком месте он похож? Вот я не представляю и не могу вообще согласиться с теми, кто считает, что DualSense был слизан с оригинального Xbox'овского геймпада. Это не так. Это просто DualSense. Это совершенно иной геймпад, но с фишками и с некоторыми элементами, которые были на DualShock'е 4. В частности, я хочу выделить именно стики. Их качество исполнения и их ход, он практически аналогичный. То же самое я могу сказать вот про вот эту часть. Она очень совпадает с тем, что было на DualShock'е 4. Покрытие другое. Оно гораздо лучше, чем на DualShock'е. Крестовина, в принципе, она просто немножко другая. Но смысл аналогичный. Про курки и про вот эти кнопки я, ну точнее, бампера ничего сказать пока не могу. Но в принципе, на ощупь они кажутся обычными. Если вдруг кто-то не понял про схожесть Xbox One геймпада и плойки 5, дело в том, что в интернете ходило очень много всяких слухов, много каких-то приколов, что якобы DualSense 5 слезали с геймпада Xbox One. По факту это совершенно разные геймпады. Даже если бы вы не прикладывали. Кстати, вы помните гифку, когда типа... Вообще другое. Просто берут, допустим, для тех, кто не понял. Показывают геймпад Xbox'а и просто меняется картинка на DualSense. И при условии, что там вообще все отличается. Просто бесконально. Все говорят, да-да, похож, какие сегодня у вас такие плохие и так далее. Короче, это совершенно два разных геймпада и они не похожи друг на друга. В целом геймпад хорош, правда. Мне не к чему пока что придраться. Я еще пока не играл, не могу сказать досконально, в каких-то моментах он хорош или нехорош. На ощупь классные, покрытие классное, кнопки тоже классные. А стики абсолютно похожи на DualShock 4. Что будет дальше, мы узнаем, когда будем уже играть непосредственно. Но сразу скажу, я предпочту Xbox'ский геймпад, если вы, к примеру, будете играть на ПК. Вообще, самое главное в этом видосе, я хотел увидеть реакцию Виджила на демку Астронера или какой там... Астрорум, по-моему. Астрорум. Астроплейрум. Короче, дело в том, что в этой игре показаны максимальные возможности данного геймпада. И в принципе, эта демка дарит самые такие офигенные эмоции от вообще всех новых технологий в этом геймпаде. Знаешь, в чем самый главный плюс? То, что я вообще не знаю, что в этой демке есть. Потому что многие, кто ее использовал, они говорили, что там просто вау, там и это есть, и то есть, и все. Но я не видел этого. То есть я специально не смотрел, чтобы оттянуть вот этот вот эффект, чтобы на видосе и вообще как бы вживую в лайв сделать какую-то реакцию. Мне прям очень интересно это посмотреть. Короче, я думаю, нужно начинать. Потом мы, кстати, ему покажем еще и плойку. Нажимай. Кстати, подсветка вот прикольная. Мне нравится, но она беспонтовая и просто тратится. Как по мне, здесь как будто бы вроде бы ничего лишнего, но все равно что-то хочется добавить. Такое ощущение, как будто я уже привык к четверке, и я не могу как-то до конца сориентироваться. То есть ты примерно интуитивно понимаешь, что к чему, но все равно есть элементы, которые не так выглядят, как, например, на блоке пятой. Вот вообще, знаешь, у меня вот лично, по моему мнению, да, вот здесь вот как-то очень много пустого места. И типа нужно присматриваться прямо вот туда. То есть на Xbox как-то вот все забито, а здесь как-то не очень понятно. В принципе, давай запустим вот эту вот игрушку Astro Playroom. Да, и ты заценишь тот самый геймпад. Запускай, бро. Мне вот нравится в таких штуках, что они сделаны с какой-то такой долей педантичности и позволяют определить все нюансы пользования геймпадом, консолью там и так далее. В этом плане вот такие вот Astro с там плеером вот на блоке четвертый, что выходило? По-моему, то же самое. Ну, тоже, да, плюс-минус такое было, это тоже было прикольно. Да, ты его держи. Сейчас, сейчас, сейчас. Кстати, я просто что-то просрал в момент, я слышу что-то просто звуки. Ребята, если что, кстати, не обращайте внимания на вот этот весь сраж, и дело в том, что у меня сейчас в квартире максимальное число людей, и поэтому мы просто выжимаем здесь как можем. Вот смотри, сразу по первому впечатлению, что офигенно. Вот сейчас вот тут будет, во-во-во, вот он бежит, и я прям чувствую, как он отсюда перебегает вот сюда. Да, да, да. Вот это офигенно вообще. Смотри дальше, ты, короче, нажимай на любую кнопку. Вот, даже вот так вот, когда была вот эта вот, вот, даже это я чувствую. Нет, вот это реально прикольно, реально прикольно. Добро, пожалуйста, в Astros Playroom. На А. Понял. Ой, блин, на Икси. Все, 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 трогай, трогай. Все, 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 все. Смотри. Сразу отсюда звук. Трогай! Оп. Да, 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 да. Офигенно. Вообще прям офигенно. Вот знаешь, вот когда вот пролетает, прям ты чувствуешь... Во-во-во, смотри, смотри. Да, вообще прям офигенно. Что, можешь сказать? Вот знаешь, у меня вопрос, зачем? Просто, я реально не понимаю. Нет, вот я вам сейчас постараюсь объяснить максимально доступно. Вот смотрите, когда я нажимаю, вот там же тоже прям все в точности он повторяет. И вот в этот момент тебе хочется нажать, ты понимаешь, что ход стика сейчас будет идти, но тебе дает сопротивление. И когда ты нажимаешь, то происходит вот эта и вибрация, и вот это ощущение, и плюс еще звук. Это интересно. Знаешь, тут на самом деле, вот пока не переключаясь далее, вот эти триггеры, они сделаны для того, чтобы у вас, по сути, было больше погружения в игру. Типа, например, ты стреляешь с Калаша, или там, например, с М5, да, и у тебя совершенно разные вот эти вот отдачи. И типа, ну, плюс к, грубо говоря, кручению. Но лично я, на самом деле, когда играю в другие эти, особо этого, ну, кайфа какого-то не испытал. Типа, да, это классно, но лично для меня в онлайне, да, знаешь, в чем проблема вот этой штуки? Когда ты хочешь стрелять, ты, например, я вот привык к одному ходу стика, а он из 10-х два. И, соответственно, ты нажимаешь, и он тебе не нажимается, и тебе нужно нажать больше. Знаешь, почему-то мне кажется, что такие стики, они как раз-таки и должны быть в эксклюзивных проектах, и вот подобного рода. Да, да, да. Потому что, когда это происходит в мультиплатформе, и ты пересаживаешься с одной консоль на другую, это может вызвать неудобство. Да, это прикольно, но вопрос стоит ли. И это может помешать игре, потому что вот, когда ты в колду играешь, это прям... Поэтому ноги отключают. Да. Короче, триггер это такой себе, да? Ну, знаешь, я бы не сказал, что это для меня какой-то прям мега вау. Я ожидал немножко другого. Ну, может быть, это сейчас раскроется дальше, но посмотрим. Единственное, что пока я офигел, это вибрация. Ну, в принципе, она здесь, сполирну, самая топовая. Ну, тачпад как тачпад. Я думаю, что он просто, мне кажется, знаешь, он стал чуть отзывчивее, чем на плоте четвертой. Почти ни в одной игре он нормально не используется. Чисто вот, по большему счету, как кнопка. Просто прикольно, это сделано в рамках вот этой демки. То есть ты вводишь, отсюда идет звук, есть вибрации. Это прикольно. То есть она такая лайтовая. Вот это прикольно. Да, и они типа там... Офигеть. Блин, вообще прикольно, слушай. Реально, они как будто вот, знаешь, они вот здесь вот попали, типа, и вот так вот. Вообще прям... Офигеть. Не, реально классно. Сейчас вот самая последняя фишка... Нет, так уже не чувствуется. Вот в этих только. Да, и вот офигенно сделали, очень классно. И знаешь, этот еще эффект за счет звука. Да. Типа, это все такое... Типа, вот слышишь, вот когда они как трясутся. Как будто там реально кто-то есть. Вообще офигенно сделали. Вот последняя функция, это... Я не понимаю, зачем. Реально, нафига? Типа, реально не понимаю. Вот это было классно. Вот предпоследний шаг. Вообще меня очень впечатлило. Она, кстати, стоит за телеком, и Илюха пока ее не видел особо. Я так вот прикидываю примерно, но, блин, не кажется большой почему-то. Я тебе ее потом дам в руки, бро. И ты заценишь ее размер. Прикольно то, что все, что происходит на экране, оно сопровождается именно такой вибрацией. То есть ты чувствуешь, например, это прямо перед тобой, это чуть правее, чуть левее, и это прикольно. Плюс еще какие-то даже мелкие детали, например, такие как ходьба, прыжки, они тоже реагируют, и это тоже классно. Кстати, для тех, кто еще не успел урвать PlayStation 5 и не знает, где ее найти, советую вам чаще заходить на Е-каталог. Тут вы сможете посмотреть на технические характеристики консоли, если вам они очень важны. Сможете изучить самые выгодные предложения, и на мой взгляд, это самое важное, так как консоль в дефиците, и цена у них сейчас не особо стандартная. Помимо этого, вы сможете пальнуть отзывы, если вдруг все еще сомневаетесь, брать эту консоль или нет. Ну и, конечно же, сможете сравнить ее с консолью Xbox Series X. И да, тут еще динамика цен есть. Кстати, сервис стал доступен теперь и в Казахстане, поэтому если ищешь консоль или другую электронную технику, то переходи на Е-каталог, анализируй, где выгоднее, и покупай. Что, гол затестит, может, Паука? Да, гол. Давай мораль зазнаем. Да, гол мой. Ну, вот честно скажу, я не понимаю, что вокруг вот этого всего плясали. Да, прикольно, да, интересно, но чтобы говорить, что это прям next-gen, что это просто вау, вот честно, я не хочу только ради вот этого покупать себе PlayStation 5. Ради игр, которые выйдут когда-то там, возможно. Потому что у меня вот есть четверка, я, конечно, сейчас посмотрю, как еще будет играться Человек-паук, но знаете, ребята, честно, меня это впечатлило, это прикольно, но один раз. Сейчас, типа, ты уже дальше не будешь так реагировать, для этого нужны какие-то проекты, игры, чтобы это все раскрывалось. Ирех, единственный вопрос, вот сейчас, как тебе 4К? Да, если что, ты смотришь на 4К. И это 4К? Ну да, посмотри. Единственное отличие, я просто не вижу пикселей, если играть вплотную. Но говорить, что это небо и земля, вы че? Знаешь, я хочу увидеть это в игре, в экшене, в движении, просто сейчас конкретно все, что я вижу, это просто тупо четче картинка. Но, чуваки, я играл в Морализа на Full HD телеке, которому уже 100-500 миллионов лет. На плойке 4-й слим. Там все то же самое. Все то же самое, просто, ну, естественно, разрешения меньше, это факт. Но гнаться за этим, мне лично, пока непонятно. Короче, го запустим, сейчас, может быть, ты поменяешь свое мнение. Единственное, что я знаю, сейчас будет прям мега-быстрая загрузка. Вот сейчас вот прям щелчок, и все. Это круто. Вот это прям офигенно. Если что, тебе сейчас режим 4К. О, кстати, вот здесь ты можешь ощутить, в принципе, ретрейсинг. Вот видишь, нет, смотри, вот, типа, вот это уже все, это ретрейсинг, типа. И вот посмотреть, да, вот, на паука, к примеру, на паука. Нет, я понял, я еще так хочу посмотреть. Не, ну, тут, конечно, проработка вообще офигенная. Реально. Даже при таком расстоянии такая проработка, это вау. Блин, линзы, конечно, охереть сделаны. Фоторежим, вот, разглядывать вот эти складки, это вообще отдельная история. Реально. Даже на плойке 4-й это выглядит офигенно. Я уж молчу про плойку 5-ю. И знаешь, мне нравится в Манс Моралис то, что он двигается как-то неуклюже, типа, ну, как подросток, то есть такое как-то более на расслабоне, что ли. Видно, что он еще многого не знает, то есть там, особенно при полете на паутине и так далее. Это прям очень заметно. Вот здесь, вот честно скажу, вибрация его практически не ощущается. Именно в этой игре. Я вам сказать то, что она какая-то прям вот ситуативная, что она прям реально подстраивается под все и все ощущается не... Ну, просто я убью его, как бы, просто вибрация. Она приятная. То есть вот иногда бывает, что вот она слишком сильная или наоборот как-то не до конца ощущается. А тут она просто тупо, ну, есть она и есть. То есть вот здесь, типа, адаптивные курки должны чувствоваться. Да, и типа здесь натяжение паутины. Вот смотри. Не сразу нажимай, а вот именно под давлением. Такой раз, и потом еще сильнее нажал. Да, оно есть, но... Сейчас вот еще раз. Я вообще ничего не чувствую. Оно, знаешь, оно такое, как бы, какой-то щелчок есть. Типа, и чё? Ну, правда. Нет, вот я прям на полном серьезе. Типа, и чё? Вот я летаю. Ну, все. Типа, next gen. Ну, мне правда. Все? Не, серьезно. Вот объясни, я просто не понимаю. Ты в нее говоришь, типа, натяжение, да? Да, 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 типа, смотри. Окей, давай. И вот, когда ты, смотри, раз, и она натягивается. Типа, она отдает туда. Она использует мини-мини вибрацию натяжения вот этой струны. Вот так дзин. Вот, вот, почувствуй. Понял, понял, о чем ты говоришь. Типа, знаешь, это когда ты веревку натягиваешь, и она начинает колебаться. Но, опять же, это ощущается настолько мелко, что, например, в каких-то экшн-сценах, на которых ты акцентировал на то, чтобы выиграть, ты этого не замечаешь вообще. Вот, знаешь, вот здесь конкретно почему-то я вибрацию и руки вообще по-другому воспринимал. Мне почему-то казалось, что они будут вообще по-другому работать. Просто я помню твои описания, я как-то пытался интерпретировать под свое вот это понимание, и... Воображение. Да, я вообще по-другому воображал, что это будет. Да, го, го, затестишь самое такое, это, быстрое действие. Сейчас, короче, он включает режим 60 фпс, чтобы заценить абсолютно все. По-моему, этот режим позволяет играть и с 60 фпсами, и с трассировкой лучей. Но здесь, вот сейчас отражение хуже. Реально хуже. Короче, Илюха залив в Человек-паука. Ну, мне кажется, сейчас не отгоним. При 60 фпс вообще по-другому воспринимается игра. И мне почему-то привычнее в 30к дополгать. Вот мне тоже самое, потому что, вот, несмотря на то, что многие не согласны с тем, что для некоторых игр лучше 30к, Дело в том, что просто восприятие игры в 30к, да, в 30к, доросли мы до Дексгена. В этом случае при 60 фпс, да, игра воспринимается по-другому. Как-то слишком быстро и, наверное, неприятно гладко. Это, знаете, то же самое, когда вы смотрите фильм. Да, вот фильм, сериал или российский фильм. И вот у вас внутри чувство что-то, какое-то не такое, в общем. Короче, я вот Паука полностью прошел в 30 фпс. И, в принципе, я доволен был как слон. 60 я даже не вырубал, несмотря на то, что я проходил, в принципе, на плойке пятой. Как бы все мы разные, поэтому не чухайте, как говорится, в комментах. И вообще, если вдруг у кого-то плойка пятая, напишите ваше отношение к плойке пятой. Как вы сравнивали с плойкой четвертой. И советовали бы вы переходить большинству на плойку пятую, если вы имеете уже плойку четвертую. Короче, в комментариях. Так, я, знаешь, что тебе предлагаю? Заценить на размеры плойку пятую. Давай. Чтобы живут. Ну, нужно будет немножко убрать телевизор. Ну, ничего страшного. Короче, я вытащил плойку пятую без Илюхи. Он ее, если что, пока еще не видел. Я вам базарю просто, короче, поверьте мне на слово. Она вот такая огромная. И сейчас, в принципе, посмотрим реакцию Илюха. Илюх, ну, в принципе, давай. Ну, как шмалу, да? Да, реагируй. Чел, вообще она огромная. Ну, во-первых, мало того, что она огромная, она тяжелая, блин, пипец. Но я-то сравниваю с серией СС, она вообще легенькая, маленькая. Я думаю, даже как две таких маленькие. И что, ребята, это L Digital Edition. Вот эта вот подставка, она, в принципе, может вниз вот сюда крепиться, а может быть, вот просто вот так вот, типа, прикладываться. Ну, блин, капец, она, конечно, высокая. Как бы вот так вот, если... Да, блин, тык тоже огромный. Вот знаешь, вот на мой стол, там бы некуда ее было стоять. Да, я знаю. Стоя, возможно. Но тогда нужно... Я хер знаю, какой монитор брать, чтобы она прям по размеру, типа, нормально совпала. У меня, по сути, она больше монитора, если вот так вот стандартно. О, да, больше рабочего пространства. Если на стойке повысили, ну, выше сделать, то да. Нет, вот я говорю, если вот так вот ставить, мне очень нравится, как она выглядит. То есть я вот смотрю, именно Digital, потому что с дисководом, как будто, знаешь, вот справа что-то вот как мешается, типа. Да, 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 есть такое. А так вообще огромное. Это, знаешь, как будто вот Oreo в микроволновку запихали, короче. Я немножко подплавил с одной стороны. Да, и просто вот она с одной стороны такая обычная, а здесь вот она приплюснутая. И, ну-ка, проверим. Да, действительно, слушай, короче, вот этот рельеф, это просто эти маленькие кружочки, квадратики, вся вот эта фигня. Блин, вот это прикольно. Короче, давай такой мини-вывод первого впечатления PlayStation 5. Да, я ее положу аккуратненько, чтобы ее размозить. Я честно скажу, я как обладатель PlayStation 4 Slim вообще не вижу смысла в том, чтобы покупать плейку пятую сейчас. Она выглядит прикольно. Прикольный геймпад, прикольно использовать новые возможности в Astros Playroom. Очень классно все сделано. Но это чисто на мое субъективное мнение только на один раз. Потому что потом, когда ты уже будешь перезапускать эту игру, ну она как, наверное, развлекуха для детей. Потому что они особо не будут хотеть чего-то нового. Типа, включи мне тоже игру, и он будет играть. Но вот я лично, если бы я прошел Astros Playroom полностью, да, вот эти все там, не знаю, может быть, есть ли там ачивки или нет, я не знаю. Я бы все выбил, прошел на 100% и просто благополучно бы об этом забыл. Вот, чуваки, Mass Morales, да, эксклюзив, прикольно, здорово, классно, производительность, вся фигня. Но это та же самая игра, что и была на плойке четвертой. Ну нафига мне играть на нее PlayStation 5. Да, она производительная, прикольнее, там есть отражение, ну и что? Но игра от этого не меняется вообще. Восприятие одно и то же. Она просто красивше, да, но геймплей тот же, сюжет тот же, персонажи те же, модели те же, все то же самое. И вот я опять же говорю с позиции как обладатель PlayStation 4. Если говорить как человек, который никогда не имел консоли, ну конечно же лучше взять PlayStation 5 и не париться, потому что это на будущее. Но сейчас конкретно я для себя вообще никакого смысла не вижу, чтобы ее покупать. Вот ну вообще. И, кстати, скажу, все вот эти вещи вокруг там триггеров, вокруг вибрации, единственное, что я могу похвалить на все 100% это вибрации. Лучшей в этом поколении вибрации нет нигде. Вообще нигде. Вот именно на DualSense она должна быть такой у всех. Это классно, это прям вот ну офигенно. Я говорил вот в этот момент, когда ты, например, в Человек-павуке, ты летишь, например, прямо и справа от тебя кто-то начинает стрелять, в тебя же, то ты понимаешь, что враг находится справа. И это вообще классно сделано. Но вот триггеры, я как-то вообще вот честно не заметил никакой-то прям вот офигенной разницы. Возможно тебе надо было поиграть в шутеры, типа... Возможно, возможно. Но я не стал бы использовать эту функцию в онлайне, потому что она бы только мешала. Потому что это лишнее сопротивление, это лишняя морока, это лишняя трата времени, вот этого всего. И, соответственно, это повлияет на игру. Прикольно, когда ты играешь там в одиночку и есть эта фигня. Я думаю, что в будущих играх, возможно, это будут как-то реализовывать. Но вот в Человек-пауке, вот если Макс вот мне сказал про натяжение, я вообще его не почувствовал. И вот когда я сидел, вместо того, чтобы смотреть на игру и там, не знаю, следить как-то за процессом, я, видите, когда он сидел и ждал, когда вот это натяжение будет. И она когда вот на долю секундочки вот так вот происходит, это даже не какая-то веревка прям, да, натягивается, а просто какая-то ниточка, такая маленькая ниточка натянулась. Мой вердикт, все, что вокруг плойки раздували, все, что вокруг нее говорили, я смог прочувствовать за буквально 20 минут и с уверенностью сказать то, что для меня это просто более мощная консоль с более лучшей производительностью, но она не байтит меня на покупку вообще. Именно сейчас. Да, вот именно на сегодняшний день при наличии плойки 4, когда ты можешь пройти эксклюзивы, которые тебе интересны, и которые выходят, да, то есть, например, тот же World of War анонсирован, да, он же выйдет, и а нафига тогда покупать пятую плойку? Только ради производительности, окей, кому она важна, хорошо, а мне лично пофигу. И поэтому я как-то вот, сказать, чтобы я получил какие-то прям нереальные эмоции, что я прям, слушай, че, ну я все заряжен, я покупаю эту консоль, такого нет. Ну, правда, ну нет такого. Да, прикольно, да, интересно. Знаешь, это вот хорошо, что ты ее купил, и я мог это затестить. Потому что если бы я купил и затестил, я бы такой... А что, типа, я потратил эти деньги? Не, ну понятно, что это инвестиция, что там на ближайшие 5 лет это точно хватит, но, ну камон, ну будем честны, как бы, незачем сейчас покупать плойку 5, потому что игр нету, которые бы хотелось пройти. Есть Ratchet, но это только одна игра. Demon's Souls, я не фанат. Соответственно, а все остальное есть на плойке 4. Соответственно, мой вердикт такой, что прикольно, классно, но как-то бессмысленно. И как-то вот, ну, не сказать, что это прям вот просто отрыв башки. Вот и все. Короче, пацаны, пока новых игр нету, пока Next Gen проектов не завезли только для плойки, и в большом количестве, и самое главное, те, которые вас реально байтят на покупку, вы, в принципе, можете сидеть на старых консолях, на плойках 4, на 4, и, в принципе, не париться о плойке 5. Потому что, вот лично я, от такого же мнения, если бы у меня была плойка 4, да, то пока выходят на нее все самые, те самые игры эксклюзивные, да, которые меня, в принципе, ебать любую на покупку, я в них просто бы сидел и играл на 4. То есть, кому нужна производительность, да, можете также купить плойку 5, но в других остальных смыслах, по сути, решайте сами, оно вам нужно или нет. Короче, ребят, это были первые впечатления Vigila об плойке 5, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал обязательно, и пока-пока-пока, следующий видос будет про Switch, и там буду тестить я. Короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok